Задача через анализ рук донести человеку информацию не только про тенденции, личных отношений, ответить на вопрос, но только рассказать о талантах и возможностях, о его сильных качествах, где он может преуспеть. Донести какую-то, которую для себя вы также считаете важной, правильную философию в жизни, чтобы человек над чем-то задумался, чтобы он что-то начал менять после консультации в своем мышлении и начал как-то по-другому действовать. Ну и непосредственно, да, вот вы работаете по вот этим пяти основным направлениям, начиная обычно с характера. Так и я работаю. В конце я покажу примеры такого экспресс-анализа. Вот, да, ключевые моменты, на которые я еще раз уповаю, чтобы вы обратили на это внимание. Значит, у нас есть холмы, пальцы, там структура кожи. Это все показывает некие особенности индивидуальные. Индивидуальные. Популярные узоры, например, подчеркивают моменты генетики, темперамента, способностей. Вот, например, группа узоров может указать склонность человека, либо определенные характерные моменты, либо там, где сильные узоры, в чем состоят таланты человека, либо слабые, в чем какие уроки будут прорабатываться. Тип руки отвечают за управляющую энергию. То есть, что у человека больше доминирует. Чего больше? И тут мы сразу вспоминаем, что за что отвечает тенденция. Земли коротко, огня, воздуха и воды. То есть, пытаемся эту управляющую энергию увидеть. Я думаю, что вы помните про это, поэтому мы здесь повторяться не будем. Потому что если вы четко и хорошо понимаете тип руки, вы характер, задатки и возможности и управляющую энергию чувствуете. Далее, по каждой линии, да, буквально такой коротко экскурс, за что она отвечает. Мы говорили, что линия сердца, это как барометр чувств и отношений. Поэтому она показывает темперамент, определенный типаж партнера, к которому он стремится, потребности в отношениях, взаимодействия с людьми, ну и конкретно уже отношения по возрасту. Линия головы, когда вы проходите дальше по линии головы, вы сообщаете человеку про тип мышления, то, как он думает, анализирует. То есть, я всегда прохожу сначала по типу руки, по линиям с точки зрения характера. А потом уже иду к событийной стороне. Линия судьбы. Мы помним, что ее наличие и направление указывает на то, куда человек движется, как он движется, насколько у него все стабильно, а также влияние родственников, близких людей, отношений. Ну и соответствующие изменения, либо кризисной ситуации, либо изменения переезда, это моменты, связанные с работой. Линия солнца. Ее наличие указывает на тенденцию удовлетворенности, определенного успеха, особенно с периода, откуда она движется. Количество линий и качество указывает на то, как все развивается, куда человек направлен. На все на это важно обращать внимание. Линия жизни в основном хорошо описывает событийные моменты, хорошо показывает некие ситуации по здоровью. Ее охват и масштаб этой линии показывает количество энергии, либо ее отсутствие. Ну, линия Марса, там уже дополнительные ресурсы, так же, как и линия Меркурия. Если эти линии есть, то описываем. Когда мы подходим к определению времени, мы помним, что мы должны обязательно пройтись в установлении событий по каким-то ключевым моментам. Можете от них отталкиваться от самых ярких. Профессионализм сделает свою работу, что от ярких вы потом перейдете еще к частным каким-то признакам. От общего к частному мы обычно переходим. Ну и затем, чтобы понять схему времени, как у данного человека идут события, вам нужно отталкиваться, еще раз говорим, не от линейки, не от каких-то перпендикуляров, не от каких-то шаблонов. Это все на начальном этапе мы можем так делать, но в дальнейшем от этого нужно отказаться, если вы хотите, чтобы у вас работала лучшая интуиция. Если вы хотите двигаться от конкретных событий, а не от навязываемой линейкой, которая навязывает вам определенный возраст. И у вас со временем, когда разовьется глазомер, вы будете четко понимать, где точки у человека, отвечающие за ключевые временные моменты. Но, к примеру, вы понимаете, где 20 лет, человеку говорите, у вас 20 или 21 были отношения, вы поставите точку, для вас уже понятно, что через год-два-три будет происходить. Вот лучше таким моментом вести. Потому что вы рассказываете про события, человек их либо подтверждает, либо нет, но вы, по крайней мере, для себя подтверждаете схему времени, как она работает. Ну и, соответственно, наша задача, конечно, давать рекомендации. Вот. Далее, момент следующий. Это мотивация. Мотивация у нас идет перед завершением консультации. То есть, да, вот сейчас мы еще раз вернемся в наш самый предыдущий момент. Да, вот. Подстроились, определили цель консультации, по крайней мере, может быть, для себя, да, что человек пришел с этим запросом. Проанализировали характер, проанализировали линии, все особенности. Вот у вас мотивация и завершение. Да, вот структура из шести пунктов состоит. Субтитры создавал DimaTorzok